Сегодняшняя лекция большая. Я запихнула в нее практически все, что могла запихнуть. И все, что не могла, тоже запихнула. Поэтому мы с вами будем все-таки полное время здесь находиться. И если у вас останутся вопросы, то потом подходите. Я постараюсь на них ответить. Вроде как будет следующее занятие, но они постоянно опаздывают. Ну и ничего страшного. Собственно, самый родной слайд для всех, как всегда. Не забудьте отметиться, что вы здесь, что все тут. По поводу домашек я проверю их в течение недели. И каждому, конечно, отпишу что как. В конце этой лекции вы получите новую домашку. Посмотрите. Там все написано. Там я даже срок написала на всякий случай, до секунды. Чтобы не было как бы странных вопросов больше. О чем поговорим сегодня? Простите, если я не в очень правильном порядке. Я могла, потому что, если честно, последний слайд я добавляла за 10 минут до выхода. Поэтому я могла перепутать. Я вам покажу диаграмму Ганта, о которой я вам говорила уже несколько раз. Которые я жутко не люблю. И объясню, почему я их жутко не люблю. Мы поговорим про требования. Про то, насколько это важно. Как их нужно составлять. И на что обращать внимание. Поговорим мы еще раз и более подробно о том, как оценивать задачи. Что делать с рисками, которые возникают в любом проекте и в любом продукте. И даже в рамках одного спринта. И что делать с людьми. Потому что, как показывает практика, ситуации с людьми – это вообще самые сложные в любом проекте и продукте. Кажется, что нет. И вроде там все очевидно. Но не всегда. Порой не всегда. И начнем мы с диаграммы Ганта. Я жутко не люблю диаграммы Ганта. Но это мое личное мнение. Я не призываю вас их не любить. Не люблю я их по ряду причин. Первая причина – это то, что выглядит абсолютно отвратительно, если честно. То есть нужно иметь желательно два монитора. А лучше вот так вот просто обмазаться ими вокруг, чтобы вот так крутить головой и смотреть, что где находится. Потому что диаграмма Ганта обычно делается на достаточно продолжительный период времени. И, собственно, получается очень большой. Почему я еще ее не люблю? Потому что составление вот этой штуки занимает очень много времени. И ее потом никто не вспоминает. То есть вы один раз ее сделали, вы ее показали. Все сказали, класс, у вас точно есть план. И все. И забыли. И больше как бы никто ее не обновляет. Она никому не сдалась. Нафиг она никому не нужна, если честно. И, ну, оказывается, в результате. Вот. И... А вы потратили кучу времени. Ну, реально кучу. Потому что это большая работа. И вот поэтому у меня к ней вот такое ощущение, как у мужчины на стикере. Я их не люблю. Но она может пригодиться. Пригодиться она может для того, чтобы собрать детальный список того, что вам нужно сделать в рамках проекта. Чтобы отследить зависимости. И очень примерно прикинуть сроки. Ну, потому что в старых инструментах так там вообще можно было блоки в диаграмме Ганта только последовательно ставить. И все. И тогда у вас получалось, типа, там проект длиной бесконечности и прочие всякие штуки. Сейчас можно какие-то задачи параллельно делать. Но если задачи взаимозависимые как-то, то их логично, конечно, типа, параллельно делать нельзя. В принципе, можно сделать, чисто посмотреть, прикинуть. Вас, скорее всего, будут просить это делать. Потому что это наглядно показывает, что вы точно знаете, что делать. Что вы понимаете, что за чем идет. Что от чего зависит. И всякое такое. Но вряд ли за этим кто-то будет следить. Если вы готовы тратить силы и время на то, чтобы это обновлять, это класс, хорошо. Вы молодцы, тогда пользуйтесь. Если вы не готовы тратить время и силы на это, то, ну, сделайте один раз. Покажите красивые прямоугольники. Вот, цветные желательно. Это прям, а если в них что-то написать, то просто, просто пушка. Вместо диаграммы Ганта можно пользоваться обычными таск-трекерами, про которые мы говорили. Это Трелла, Асана, Джира, Редмайн. Помяни Господь его душу, если он все еще жив. Я не уверена, просто это очень старая система для трекинга задач. А? Жив еще, да? Чудеса. Я прям даже не знаю. Но я его вспоминаю с теплотой. Вот. Аха и всякие другие вещи. Лучше, проще легче пользоваться ими, смотреть репорты, делать отчеты. Это все очень наглядно, это очень быстро. И это не требует безумного количества времени и концентрации, которая требует диаграмма Ганта. Но один раз сделать, чтобы у вас была какая-то иерархическая структура работ, ну, в принципе, можно. Смотрите сами. Я, как бы, не буду вас своей нелюбовью заражать, хотя я, наверное, уже, но постараюсь дальше этого не делать. В общем, но дело-то все в том, что, чтобы сделать вообще и диаграмму Ганта, и любой проект, и любой продукт, вам нужны требования. Скорее всего, что требования будете формировать вы, как продукт, как человек, который ответственный за все это. И очень важно помнить о некоторых вещах в рамках требований. Во-первых, зачем они нужны? Явные требования позволяют гарантировать, что функциональность определяется не программистом, а пользователем. Ну, пользователем или заказчиком. То есть, что не просто разработчик так придумал и сделал сам, потому что ему так захотелось, а то, что это действительно нужно. То есть, это подразумевается, что вы, как мы уже с вами делали, провели какой-то ресерч, написали формулировку, подготовили все это, и уже потом отдали в разработку. Требования помогают избегать споров. Это очень, на самом деле, хороший и классный инструмент, потому что, если возникает какой-то вопрос в рамках выполнения задачи, человек может прочитать требования и найти там ответ. В нормальных требованиях он должен их прочитать и найти там ответ. Нет. Бывает так, что он там ответ не находит. Тогда требования не очень хорошие. Про требования и как, что хорошо, что плохо, мы сейчас поговорим, хотя я уже упоминала несколько раз. Внимание к требованиям помогает свести к минимуму изменения системы после начала разработки. Ну, то есть, если их внимательно прочитать, если их хорошо написать, внимательно прочитать и сделать как надо, то, возможно, что вопросов будет не такое большое количество. Но, скорее всего, они все равно будут. Но, как показывает практика и как показывает исследование, ну, достаточно старое, но, тем не менее, требования во время разработки изменяются примерно на 25%. И это еще хорошие цифры, на самом деле. Бывает, что и больше. И, собственно, на это приходит 70-85% объема повторной работы. А это, блин, много. Ну, то есть, достаточно много. Полнота требований очень важна. Полнота — это хорошо. Необходимо об этом всегда помнить. Если требования не полные, если требования какие-то куцы, то, скорее всего, что у вас ничего не получится. Как проследить за полнотой? Проследить, что указаны недостающие требования, которые возможно определить до начала... Ой, извините. Невозможно определить до начала разработки. Полны ли требования, что если приложение будет всему удовлетворять, то оно будет приемлемо? Ну, то есть, понятно ли, как вы качество оцениваете в конце? Какой у вас результат должен быть по завершении? Не вызывает ли требования у вас дискомфорта? Нет, это серьезно, это важно. Исключили ли вы требования, которые не поддаются реализации, были включены лишь для успокоения клиента или начальника? Бывает, что мы говорим, да-да-да, конечно, конечно, ради вас мы все сделаем. И потом сидите над этим требованием и думаете, блин, зачем я согласился? Это была настолько плохая идея, господи, боже мой. Но такое бывает. Сейчас. Вот у нас есть три примера, и мы сейчас попробуем с вами поговорить про требования к этим трем примерам. Пример первый. Надо сделать продолжение плейлиста по песне. Сейчас нам с вами в устной свободной форме, желательно без наличия обсценной лексики, потому что все-таки нас выкладывают на YouTube. Нужно как-то сформировать некоторое количество требований по этим пунктам. Давайте для начала попробуем вот про продолжение плейлиста по песне. Что у нас должно быть, чтобы мы продолжали плейлист по песне? Ну вот, вы поставили песню, она закончилась, и дальше должен формироваться плейлист по ней. Похоже, по стилю. А, какой-то алгоритм. Так, хорошо, алгоритм. Дальше, что еще надо? Ну, возможно, что я обычно просто слушаю после. Так, хорошо. Ну? Просто песни, в которых такой же стиль. Это понятно. Вы разработчику как будете это говорить? Петя, сделай мне так, чтобы, короче, песни были похожи. Так, алгоритм понятно. Но алгоритм это уже как, а не что. Ваша задача-то, что вы будете делать? Вы разработчику скажете, сделай мне, чтобы подбирались песни. Хорошо, нормально к этой песне. Как подбирались? Откуда они должны браться? Так, откуда они должны браться? Это хорошо. Так, еще что? Ну, где, в какой части продукта. Правильно, да. Отлично, отлично. Продолжайте. Да, еще. Видимо, как они должны возвращаться? Ну, как он видит? Тут потом, кстати, представить. Правильно, правильно. Вы абсолютно верно все говорите. Тут дело в том, что часто, когда формируют требования, и когда пишутся задачи, какой-то из аспектов упускается. Это очень частый момент, и такое реально суперчасто бывает. Я уже упоминала несколько раз на лекциях, и еще раз упомяну об этом. Например, мы говорим, что нам нужно продолжение плейлиста по песне. Мы идем к нашим суперумным ребятам, которые занимаются классным машинным обучением, говорим, ребята, сделайте мне, чтобы песни были похожи. Они такие, окей, мы сделаем тебе, чтобы песни были похожи. И вы благополучно успокаиваетесь. Типа, что ребята все сделают, вы им доверяете, они классные, они знают свою работу, все хорошо. Через две недели они вам показывают, собственно, то, что у них получилось промежуточно какой-то результат. Вы смотрите на это и не знаете, хорошо они сделали или нехорошо. Почему? Потому что вы не показали им никаких примеров. Вы не сказали им, в каком сервисе это хорошо, после какой песни есть какой набор вариантов, которые могут идти, какие вообще есть решения, что вы хотите вообще видеть. Вы хотите по стилю, вы хотите по ритму, вы хотите вообще какую классификацию. Ну, то есть, как песни должны подбираться в отношении, вообще почему. Может, вы хотите вообще по имени исполнителя подбирать, типа, похожих исполнителей. Нет, понятно, что вы не хотите, но вы же не сказали, как это сделать. Ну, как бы, будьте готовы, что вам покажут все, что угодно. И хорошо, если у них очень большой опыт, они знают, что, как бы, всякое бывает, и они просто сделали нормально, потому что умеют. Но это может получиться не так. Но окей, они сделали, и дальше-то что? Критерии, метрики, должны быть метрики. Вы написали им метрики, вы сказали, как вы будете это оценивать? Нет, конечно, ну, а зачем, правильно? Им же надо рик-систему сделать, что остальное-то зачем? Как эта рик-система будет выглядеть в результате? То есть, они же формулу взяли, они алгоритм написали, все классно сделали. Это будет как-то выглядеть на сайте? Или мы чисто такие, ну, ребят, как-нибудь тут сами с плейлистом, не знаю, ну, нарисуйте что-нибудь. Я прям представляю, как наша половина email-поиска сидит и такая, ну, блин, ну, пусть вот, я не знаю, как-нибудь так. Должны быть макеты обязательно. Должен быть дизайн. Вообще желательно, чтобы вы ребятам, которые будут это делать, показали дизайн, показали то, что вы хотите сделать. Я прекрасно понимаю, что это не их работа, там, что-то с дизайном связанное мутить, но они должны понимать, как это в итоге продуктово будет выглядеть. Люди вообще должны понимать, что они делают. И они должны видеть всю задачу целиком, всю систему целиком, а не какой-то отдельный объект. Потому что, когда так происходит, в итоге ничего не получается. Ну, или получается, но получается очень плохо. Потому что что-то выпадает, и, ну, вместо нормальной хорошей фичи у вас получается какой-то огрызок. Ну, это не круто. Так делать нельзя. Окей. Дизайн. Хорошо. С дизайном, допустим, мы поставили задачу на дизайнера, мы поставили задачу на ребят по машинному обучению. Но это же надо еще все продумать, как это будет привязываться к пользователю конкретному, как это будет работать на бэкэнде, как будут обновляться эти плейлисты, с какой периодичностью. Будет это регулярно, там, каждый день, или это будет, там, каждую неделю, или это будет именно ML как-то определяться, эта периодичность. А потом, как вы будете эту фичу, собственно, запускать, и как вы будете пользователям про нее рассказывать? Вы будете запускать какую-то маркетинговую кампанию, вы будете пускать какую-то рекламу, вы будете делать какой-то онбординг, чтобы человека научить, собственно, всем этим пользоваться, или не будете? Вот это все должно быть в требованиях. Ну, то есть, я понимаю, что, как бы, кажется, что, вроде как бы, что там делать? Нормально же все. Ну, ничего не надо. Но это очень многокомпонентная штука, и декомпозировать надо прям, ну, вот максимально, настолько, насколько вы можете. Давайте дальше сейчас пройдем, попробуем со вторым. Надо поставить новую рекламу на сайт. Что нам нужно, чтобы поставить новую рекламу на сайт? Ну, все-таки, это реклама. Отлично. Хорошо. Вот это хорошее начало, это правда важно. Так, еще. Извинить эту рекламу, чтобы она уже была состава, чтобы там тоже был дизайн, был текст, был вопринциал, кто будет видеть эту рекламу. Так. И знать, как часто вы ставите. Агрессивная. Агрессивная или не агрессивная? Просто, как бы, затемнение всего экрана. А, вы про это все. Наши трассовки там. Это не пожалуйста, это типа купи. Знаете, это я как-то видела фотографию какой-то кофеварки, где, ну, там есть же панель, ну, вот это ЖК-дисплей, где что-то написано обычно, и там кофе купи. Ну, там было, вы там купите кофе или кофе. А, кофе выбери, кофе выбери, кофе выбери. Ну, ладно, ладно. Хорошо. Да, так, хорошо, ладно, извините. Сумерно, смотрите, когда это будет клава лучших такой. Ну, а что будет происходить по-прежнему на этой рекламу? Отлично. Об этом очень часто забывают. Еще. Если нам кто-то за эту клаву платит, то нужно с ними договориться, за что именно, какие метрики нужно считать. Да, это абсолютно верно. Хорошо. Надо понять, какой бюджет дают на рекламу, из которого мы будем уже понимать размеры и того, что там будет на бизнесе, собственно, и вообще, как это будет. Разработчику что скажете? Вам говорят, вот, поставить новую рекламу на сайт. Допустим, вы молодцы, и вот все сделали, что сказали. Что будете делать? Приходите вы к Василию, говорите. Василий, надо рекламу. Что будет задача? Мне нужна реклама с котиком в правом верхнем углу. Желательно, чтобы она была живополучая цвета. И вот картинка котика. Так, вот, отлично. Вот картинка котика. Показывай ее в таком минуте, в сколько-то времени, в такое-то время суток, в такой-то геолокации. Зазвоняй, ты где-то работаешь. Так. Вот это количество кликов, количество, переходов, количество, чего угодно. В каком окне будет открываться, это уже много. Отлично, да. Вот это должно быть. Этого часто нет. Часто задача для Василия выглядит так, что Василию как бы прилетает картинка котика, и типа, ну, рекламу сделай, как вот эта кофеварка кофе выбери, типа, рекламу сделай. Ну, и Василий такой, ну, блин. Ну, ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. Окей. И третье, мое любимое. Это прям вот обожаю. У нас есть задача. Надо улучшить поиск. Поиск, ну, вот, поисковая система у нас есть. Что будем делать? Это количество критерий конкретного почки задуманного поиска. Да-да-да, все верно, вы правильно говорите. Я к чему эту третью задачу? Сюда поставила, к тому, чтобы было понятно, что вот, блин, это вообще не формулировка. То есть, если вы там ставите человеку задачу, типа, ну, улучши мне поиск, это же просто, просто полный кошмар. У нас, как бы, в отделе качества поиска работает 42 человека, чтобы вы понимали. И, как бы, у них всегда есть работа. Они, как бы, там не занимаются какой-то фигней. Вот, так что вот эта вот формулировка, она просто настолько ни о чем, насколько ни о чем вообще только что-то может быть. В общем, так плохо, постарайтесь этого не делать. Сейчас про оценку задач и там же про декомпозицию поговорим. Я вам уже говорила эту фразу, что все в мире занимает 4 часа. Если вы решите, что я быстро на полчасика съезжу сейчас в Икею, ну, вы же сами прекрасно понимаете, что вы, во-первых, обманываете себя, да, во-вторых, что действительно полчасика так не бывает. То есть, пока вы доберетесь до этой Икеи, пройдет часа-полтора. Ну, ладно, час, хорошо. Пройдет час. Вы туда приходите, и даже если вы суперорганизованный человек, то чтобы пробиться через толпы людей, которые вот там стоят, я не знаю, нюхают, смотрят, чего-то пробуют, у вас займет это, ну, не знаю, минут 40 на самом деле. А если вы не один, то как бы сразу умножайте на 2. Допустим, вы пробились за 40 минут, дошли до касс, постояли 20 минут в очереди, после этого вы вышли из Икеи, взяли свои там огромные пакеты. Хорошо, если у вас есть машина, и вы приехали на ней, и вы уложили эти пакеты, и теперь можете ехать домой. Но если вы не на машине, а на автобусе, там, я не знаю, метро, такси и всяком таком, вам нужно еще вызвать такси, вам нужно дождаться автобуса, вам нужно пережить вообще ту ситуацию, в которой вы находитесь, потому что если это зима, то как бы сразу до свидания, это очень тяжело. Вам нужно добраться, собственно, до места вашего назначения, там, до дома, не до дома, ну, куда вы там едете. И в целом это займет 4 часа минимум. А вы чисто на полчасика в Икею приехали, потеряли полдня. Это к чему вся история про Икею? История про Икею к тому, что когда вам говорят, ну, это же быстро сделать, это чисто полчасика, ну, реально, задача вообще ни о чем. Это делается, типа, минуты и минуты разработки. Короче, этим не заканчивается. Этим никогда не заканчивается. Чаще всего, чем вот меньше вот эта гипотетическая задача, тем больше потом с ней геморроя оказывается. Потому что вы сделали быстро, положили там куда-нибудь в продакшн, оно все отвалилось, вам пришлось потом снова это переделывать, вы потратили еще больше времени, все стало еще грустнее, еще хуже и прочие вещи. Поэтому в оценку задачи нужно включать вот эти этапы. Проектирование, общение с коллегами и написание тестов. Под проектированием я имею в виду вообще написание кода и сначала придумывание того, как это будет все реализовано. Общение с коллегами по задаче это такой пункт, на него можно, конечно, не супер много отводить, но тем не менее, чаще всего, если это большая компания, если кодовая база проекта очень большая, а если там еще и легоси на миллиарды и миллиарды строк, это еще сложнее, еще больше времени это занимает. Ну и на написание тестов. Потому что тесты нужно писать сразу вот как только вы закончили писать эту фичу, как разработчик закончил писать фичу. Почему? Потому что, как я уже говорила вам на прошлой, по-моему, лекции, потом не будет. Если вы не написали тесты сейчас, вы не написали тесты. Все, ну как бы, нету их. Их нет. Они должны быть. Без них очень плохо, некомфортно и всякие прочие артефакты бывают. Один из методов оценки задач это метод, который PERT называется Program Evaluation Review Technique. Заключается он в том, что у нас есть оптимистичная оценка, наиболее вероятная оценка и пессимистичная оценка. Мы все эти вещи складываем, наиболее вероятную умножаем в 4 раза и потом делим все это на 6. Ну, так уж вышло. Откуда, в принципе, берется оценка? Я спрашиваю разработчик, сколько у него взаимозадачек. А если, например, знаю, что он периодически... Не договаривает? Сейчас, сейчас все, сейчас дойдем. Так вот, можно вот это делать вот так. Это, кстати, достаточно удобно в этом случае, о котором ты говоришь, потому что можно сказать ему, ну, как, вот самое быстрое, за сколько ты закончишь? Он, типа, ну, за день. А самое медленное, за сколько? Типа, ну, за неделю. Ну, а нормально, если нормальное дело, то сколько будет? Он, типа, ну, дня 4. Вот. Ты это читаешь, получаешь в итоге какое-то число более-менее объективное. Ну, такое. Ну, скорее всего, он туда попадет, потому что там это, вот опять это нормальное распределение получается. Все, сложно не попасть. Эта штука имеет смысл, мне кажется, на достаточно больших задачах, на мелких не очень, потому что там все эти числа оптимистик, пессимистик и most likely, они очень близки друг к другу. Вот. Поэтому мне кажется, что удобнее их использовать на каких-то крупных вещах. Про оценку задачи в спринте. Можно пользоваться тем методом, который вы только что увидели. Можно оценивать задачи по времени, можно оценивать задачи по story point. Это мы уже в прошлый раз немножко затрагивали, но вот сейчас еще немножко затронем. Что взять за идеальный story point? За идеальный story point, как я вам уже говорила, можно брать либо идеальную, либо задачу какую-то среднюю, такую, которая всем понятно, как решается, сколько времени на нее уходит, ну и всякие такие штуки. Либо можно брать идеальный рабочий день. Идеальный рабочий день — это такая абстракция в вакууме, что это типа 6 часов. Ну вот. И 6 часов — это будет ваш там какой-то story point. можно и так, конечно, поступать, но это не очень-то удобно, но уж как есть. В общем, происходит-то это как? Я просто пытаюсь открыть себе следующие слайды, на самом деле, потому что мне не очень удобно, а их 49, и, как вы понимаете, я помню, простите, не все. Как это происходит? Вы собираетесь на планирование спринта. Сразу отвечаю на... Попытаюсь, по крайней мере, ответить на вопрос про планирование спринта, который вы задавали в чате. Как сделать так, чтобы это было максимально эффективно, и хорошо, и удобно, и быстро, и прочие вещи? Есть несколько вообще вариантов решения всех этих проблем. Можно, конечно, можно делать это на 3 часа, собирать туда команду, вместе с ними там все это обсуждать, все собирать задачи из списка прямо там, прямо при них, набирать их в спринт из бэклога, и решать, типа, делаем-не делаем, будет-не будет, ну, давайте что-нибудь сейчас придумаем, вместе с вами все решим. В конце, ну, ближе к концу лекции я расскажу про то, что, ну, как делать на самом деле, ну, не стоит. Можно делать так, но это займет очень много времени, и, скорее всего, что результат даст, ну, не очень, не очень хороший. Как сделать лучше? Можно подготовиться. Можно посмотреть на ваш бэклог. Если у вас есть стимлит, он, скорее всего, есть, можно заранее с ним, ну, и вообще, на регулярной основе нужно проводить такое мероприятие, которое называется бэклог-груминг. Вы проходите по всему бэклогу и смотрите на все задачи, которые у вас есть. Смотрите, актуальны ли они все еще, нет ли дубликатов, если есть, то вы там связываете их между собой, закрываете неактуальные, выбрасываете те, которые вам вообще нафиг, оказывается, уже не нужны. В общем, занимаетесь всеми такими вещами. И перед тем, как идти на планирование к своей разработке, вы создаете спринт, если это там джира или что-нибудь такое, берете бэклог и ручками выбираете задачи, которые вы хотите, чтобы пошли в следующий спринт. Нужно не забывать, что в этом спринте должны быть и задачи, которые связаны с техдолгом, и задачи, которые связаны с продуктовой разработкой. В идеале вообще в конце каждого спринта в скраме, в диалоге, проводится демо, что вы там что-то сделали, что у вас есть инкремент к продукту, который можно показать. Желательно собирать спринт так, чтобы действительно инкремент был. Скорее всего, на демо у вас времени не будет хватать, особенно если у вас спринты по неделе. Но нужно, чтобы продуктовая какая-то ценность у каждого спринта была. Нельзя, к сожалению, делать полностью технический спринт. Если это не, например, неделя до релиза, и вы заморозили добавление новых фичей и оставили только фикс-базов, ну тогда технически понятно, но он технически продуктовый в итоге все равно получается. Вот. Так вот, сейчас, да, нужно подготовиться, прийти к ним и уже говорить, вот у меня есть там 15 задач, давайте из этих, ну вот, которые нам нужно сделать в ближайшее время. Давайте из этих 15 задач сейчас с вами обсудим там те, которые есть, выберем, кто какую будет делать, оценим по времени и тогда начнем. Вот. Это сокращает время планирования, типа сильно, очень сильно. Дальше про ваш вопрос относительно того, что есть некоторые сомнения в адекватности разработки, адекватности разработки в оценке задач. Вот. Чего с этим делать? В скраме есть вот эта штука, про которую мы говорили в прошлый раз, пленнинг-покер, где каждому выдается карточка, с какой-то цифрой и все бодро оценивают там какую-то задачу. Ну, поднимают карточки, у кого сколько это займет. Тут можно, конечно, посмотреть, у кого там два, у кого там восемь. Если у большинства два, а у кого-то восемь, тут как бы самое время спросить, прости, почему в четыре раза больше? Но, кстати, не факт, что он не прав. Если он просто понял, что там еще, скорее всего, чего-нибудь не хватает или большой легоси или что-то такое, то, скорее всего, вам человек это объяснит, почему так произошло. Это, в общем, нормальная история, но задуматься, конечно, стоит, если там очень большая разница в оценке. Если вам говорят, что задачу делать месяц, а вы так, типа, очень сильно сомневаетесь, особенно если у вас есть какой-то бэкграунд, то тут есть несколько вариантов. Либо спросить, а почему месяц? Типа, что ты будешь делать месяц? Ну, расскажи мне по пунктам, как ты это будешь делать. Вообще, как бы, задача должна поставлена так быть, чтобы у человека как бы не было вопросов, на что он месяц этот потратит. То есть вы ставите задачу, вы пишете, что как вот с этой, например, допустим, у нас есть внедрение вот этой рек-системы в наш музыкальный сервис. Вы пишете, что нам нужно внедрить музыкальную систему, ой, рекомендательную систему в музыкальный сервис. Для этого нам нужно подготовить там весь бэкгенд. Чтобы подготовить весь бэкгенд, нам нужно там завести базы, сделать то-то, то-то, пятое, десятое. Нужно провязать это с текущими аккаунтами пользователей. Нужно предусмотреть там возможности и невозможности авторизации, которые там могут быть. посмотреть какие-то точки и моменты, которые могут пойти не так. Почему? Ну, если пользователь не... Как часто это будет обновляться? Если это не будет обновляться, то что пользователю делать? Если у вас полетит сервер, который все, допустим, которые отвечают за вот эти вот, как раз за то, где крутятся эти рекомендации, то что вы будете делать в этом случае? Вот за всей... Ну, по идее, задача должна быть сформулирована так, чтобы разработчик как бы понимал, на что это время потратить. Чем абстрактнее формулируются задачи, тем больше времени он может, ну, вам сказать, что это займет. То есть, если у вас реально, типа, сделай хороший поиск, в лет 15, нормально будет, но, как бы, может быть, успеем, может быть, нет. Не факт. Есть еще один вариант. Можно спросить у Лида. Типа, не при всех, типа, Вася говорит, что месяц. Слышь, Петь, а что месяц-то? А ну-ка, ну-ка, объясни, почему твой Вася говорит, что... А тут обычно формулировки начинаются вот такие, типа, почему твой Вася, не мой Вася уже, как бы, он стал резко, типа, твой Вася говорит, что тут месяц. А ну-ка, давай. И Петь такой, очень неловко, при 10, там, 20 людях, такой, ну... Я поговорю с Васей и потом дам тебе ответ. Говорит Петя, если он нормальный. Вот. А если, как бы, к Пете тоже есть вопросы, то там вместо встречи у вас начинается полный бардак. Ну, то есть, все начинают друг на друга, там, наезжать, выяснять отношения, там, мамка, и вот эти вот все истории. Это нормальный хороший вариант подойти к Лиду и поговорить с ним, типа, слушай, вот тут много получается, я не понимаю почему, расскажи мне, почему так выходит. Только не надо говорить, что, типа, Вася не хороший человек редиска и плохо оценивает, а как бы надо подойти и спросить, типа, почему так получается, я, типа, не очень хорошо понимаю, что с этим делать. Вот. Нужно так постараться эти вопросы решать. Еще? Да. Какое соотношение продуктовых и технических задач на здоровье? 80 на 20 примерно. Ну или 70 на 30, 80 на 20. Зависит от вашей цели, ну, от цели спринта. Но обычно, типа, 20-30 процентов нужно отводить на техническое. Всегда, в каждом спринте. То есть, это должно быть регулярно. Не должно быть, что, типа, тут мы напихали продуктового, в следующий мы, короче, там, весь забили техническими задачами. Так ничего хорошего не получится. относительно, сейчас я смотрю про декомпозицию и чего-то не могу найти. Сейчас я вам тогда расскажу про декомпозицию. Вернусь на слайд. Сделай хорошо и расскажу. В общем, как такового чек-листа на самом деле нет. Но его нигде особо нет. Тут нужно обладать здравым смыслом, но так как вы все поступили на этот курс, здравый смысл у вас присутствует. Потому что тест на поступление был как бы только про здравый смысл на самом деле. Ну, по большей части. Нужно иметь какой-то, желательно, желательно иметь какой-то бэкграунд, но если его нет, то тоже есть варианты. Если вы понимаете, что вот вам нужно поставить новую рекламу на сайт, а вы, типа, вообще не в зуб ногой, что вам надо, ну, что для этого нужно сделать, это, конечно, странно, почему вы тогда продакт, но ладно. Вот. Вы должны пойти к лидам и спросить, типа, мне нужно поставить новую рекламу. Типа, с твоей стороны что нужно сделать, чтобы поставить новую рекламу? И вам спросят, типа, а дизайн есть? Ты такой, о, дизайн. Нормально. А, типа, метрики есть? Ты такой, о, метрики. Окей, хорошо. Типа, а, где, куда мы класть расчеты будем есть? О, место, куда класть расчет. Нормально. Ну, можно делать так. Можно пройти по лидам каждого из, там, водоотделов и спросить, типа, вот мне нужно новую рекламу поставить, дизайна нет, что надо сделать в дизайне? Давай, короче, расскажи, вот мне нужен дизайн. Дизайн тебя спросит, типа, с клиентом договорились, а у них какие-то, там, пожелания есть? А бренд, а бренд включать надо, там, а блога надо? И вот я такой, блин, блога, бренд, господи, что ж происходит? Ну, то есть, это реально выходит в итоге, ну, вот примерно такая штука. Это достаточно сложно собрать нормальные, хорошие требования. Что еще сложно в требованиях, это предусмотреть какие-то моменты. Потому что, когда требования оформулируются, ну, редко думают о каких-то корнер-кейсах, которые могут возникнуть. Ну, действительно редко. Типа, мы говорим, что вот мы даем музыку слушать пользователям, которые у нас на сервисе авторизованы. Окей, без вопросов. Но вот человек приходит на ваш сервис, он не авторизован, и что он видит? Фигу он видит. Вот большую фигу, скорее всего. Это плохо. Почему? Потому что фигунг из этой фиги конвертируется к вам нормального пользователя, если он пришел и вообще ничего не понял, что у вас делать. Ну, типа, вы музыку даете слушать только авторизованным, он пришел, там, типа, лендик написана, кнопочка play, он ее жамкает, ничего не происходит, он думает, дебилы, закрывает вкладку, уходит и никогда не возвращается. Ну, то есть, есть вот, вы есть такое, то есть, вы написали, что надо авторизованным, а что делать в случае, если человек не авторизован, вы как бы, ну, типа, ну и ладно, сам разберется, его, типа, проблемы. Мне же пользователи не нужны, я штука со своими, родными работаю, но у вас так их и не будет, конечно, в таком формате, но тем не менее. Поэтому тут стоит как-то, если к вам попадает какая-то задача, нужно прям максимально постараться копнуть глубоко в нее, посмотреть, что может пойти не так, поговорить желательно с лидами отделов, как я уже сказала, и, исходя из этого, там, сформулировать. Но обязательно, обязательно с вашей стороны, как со стороны продакта, должна быть продуктовая ценность, должны быть обязательно метрики, и должно быть понятно, какое место в роудмапе и вообще эта задача занимает, зачем вы ее делаете, что она вам даст. Это должно быть, желательно, желательно, чтобы это было указано в задаче прямо для разработчика. Я дальше расскажу про это и что бывает, если продуктовую ценность разработки не рассказывать. Вот, ну, спойлер, ничего хорошего. Вот, как вы уже поняли. Поэтому с декомпозицией как-то так, это сложно, но это обязательно нужно делать. И если у вас есть какая-то большая задача, то желательно разбить ее на какое-то количество мелких, потому что, если она большая, вы ее никогда не оцените. Или вы вот оцените ее как раз вот так, как Лена говорила, типа, месяц. Ну, я не знаю, ну, вот месяц. А что там будет месяц происходить, вы вообще, ну, не знаете. Если вы соглашаетесь с этим, ну, так себе вы менеджер, конечно. Потому что, ну, нужно понимать, месяц это много. Это реально много. За месяц очень много всего можно успеть, еще больше можно не успеть, конечно. Вот, но тем не менее, нужно постараться разбить таски, ну, на маленькие какие-то подтаски, и уже ими заниматься, и их уже оценивать. Ты очень говоришь, что 25% можно занимать на переделывании, потому что критерии меняются. А это в это время нужно число, и нужно отдельное время учитывать на переделывание? Ну, не хочется, конечно, учитывать время на переделывание, но сейчас мы до рисков дойдем. Но, конечно же, всегда что-то может пойти не так. Это очень, кстати, хороший момент, чтобы перейти сейчас, сейчас, я про... Вот, к этому слайду. Да. Когда, если в месяц, допустим, это много, сколько, в каких пределах считается нормально? В каких пределах считается нормально? Считается нормально, это зависит, конечно, от области, в которой вы работаете, на самом деле. То есть, если это веб-разработка, то там можно в часах оценивать задачи, если... Ну, можно в днях. Задача вообще не должна, по идее, в скраме, типа, не должна выходить за день. Но это так не бывает. Ну, то есть, практически никогда. Вот. Если это машинное обучение, то там, конечно, сроки могут, типа, действительно могут быть месяц. Но там понятно, почему. Там, как бы, модель может очень долго готовиться. Если это нейронка, которая очень там долго варить, то там все понятно. И то, там нужно, можно подумать, как распараллелить это так, чтобы обучение происходило быстрее. Вот. Два дня это ок. Четыре, пять дней, ну, нужна определенная аргументация, почему все-таки так. Если эта задача занимает больше недели, то пора задаваться вопросом. Там прям, ну, сильно надо подумать, почему так. Если это, ну, вот, просто разработка. Какой, ну, какой-нибудь. Если это бэкэнд, или просто, вот, программирование в лучшем его значении, нужно задаться вопросом, что может занимать больше недели, почему это занимает больше недели. Закончить, может, слишком много изменений, так, и я там, как менеджер, могу поставить такую задачу, которую можно и будет развить. Да, да. Поэтому я вот говорю вам о природе композицию. То есть, у нас, например, так, про что такое рассказать-то, чтобы было, да, сейчас, про прошлый проект расскажу. Мы делали на проекте «Дети» mail.ru, мы делали редизайн со старого на новый, на удивление. И в этом, в рамках этого редизайна мы делали умную ленту. Нам помогали, я тогда работала еще не в поиске, в медиапроектах, нам помогали коллеги из поиска делать как раз умную часть этой ленты. в этой ленте, собственно, нужно было предусмотреть разные там варианты. То есть, это есть лента прямо на странице и там лента в, ну, как квадратик, собственно, этой ленты, что там внутри показывается и прочие такие штуки. Как-то на одном из планирований, я тогда еще работала проектом, продукт мне мой говорит, ну, пусть, короче, там, Вова сделает ленту. Я говорю, в смысле? Ну, вот, типа, что там верстать-то ее? Ну, нормально же, пусть лента сверстает. Окей, я ставлю задачу сверстать ленту. Ну, я думаю, нормально же. И, конечно, после этого ко мне приходит разработчик и говорит, что? Типа, в смысле? Я, ну, там, чтобы сверстать ленту, нужно, во-первых, сверстать каждый этот блочок, во-вторых, предусмотреть, как эти блоки между собой будут работать, как бы, они будут там, вам вообще нужно, чтобы было, был блок размером в два блока, один, и вам нужно туда вставлять рекламу, или не нужно будет туда вставлять рекламу? Если нужно будет, то под это нужно, там, и на фронт-энде, и на бэк-энде заводить определенные, там, условно, слоты, чтобы потом туда эту рекламу запихнуть. Как она, эта лента, должна прокручиваться? Ну, в смысле, типа, что с ней должно происходить? Она, квадратики могут заползать за экраны, или они всегда должны быть там целые? Как это будет в разных разрешениях выглядеть? Какие на этих квадратиках будут картинки и текст? Будут ли эти картинки и текст? Или не будет вообще картинок? Или будет только текст? Или текста не будет? Как этот текст должен обрезаться? Потому что иначе вы рискуете напороться на новости, типа, я не знаю, британские ученые сообщили о новом же... все. Ну, как бы, и вы такие, о, отлично, хорошая лента, буду читать. Как бы, вот таких моментов нужно избегать. И это хорошо, что у меня был очень опытный разработчик, и он пришел, как бы такой, типа, я вообще не понимаю, что делать, в смысле лента. Вот. И мы тогда с ним сели и написали там задачу на как раз про, собственно, то, как это должно выглядеть поэкранно, что это нужно разделить, про верстку там каждого блока, задачу на то, что в блоках должна иногда там попадаться реклама, ну, это нормально, логично. Вот. Задачу на там, на соседних там ребят, которые эти материалы нам присылают, чтобы они у себя там как-то редактировали там, или чтобы мы, если они плохо редактируют, отображали вот без «ж», или как-нибудь нормально, чтобы, ну, смысл был в этом во всем. С картинкой, без картинки, типа, где брать картинки, как эти картинки там заливать, откуда класть. То есть вот, вот так вот. Стоит, конечно, предусматривать такие вещи, что если вы говорите, человеку, типа, ну, как построить дом, то вы должны понимать, из чего он будет его строить, где ему это покупать, какие там будут окна, потому что, если вы не скажете окна, как бы, ну, извините, вы сказали дом построить, как бы про окна и речи не шло. Ну, и он еще может быть без дверей, но как бы это же совсем такая ситуация. В общем, вы должны понимать, вот, в аналогии с домом, откуда все это будет браться, в какие места все это должно вставляться. И понятно, что, типа, установка двери это отдельная задача от установки окна. Но они, конечно, взаимосвязаны, и не может быть, нет, может быть, конечно, но лучше не делать так, чтобы дверь вставлялась в окно и дальше, как бы, до свидания. Ну, нужно как-то делать все-таки более это разумно и с этим поступать. Так что, да, это менеджерская задача. Ну, совместно с разработкой чаще всего, но, тем не менее, это задача больше, больше менеджерская. Очень плохо, когда менеджер не знает, что делать. Это, ну, в смысле, вы вот смеетесь и кажется, что вообще работа менеджера это про то, что, ну, всегда знать, что делать, в любой ситуации там своей разработке помогать. Бывает такое, что разработчик приходит к менеджеру, и менеджер ему говорит, ну, что-нибудь там сделай как-нибудь, потом разберемся. Ладно. Ладно. Ну, и из-за этого получается всякий рпфакт. Вернемся. На прошлом занятии я чуть-чуть вам говорила про фокус-фактор. Это коэффициент, который показывает реальную производительность команды по отношению к теоретически возможной. Собственная, действительная производительность команды, измеренная в ИЧД, это идеальные человека дни. Вот. Ну, те, которые для стори-поинтов мы используем, идеальный день. На доступные человека дни в течение спринта. Ну, или там доступное количество стори-поинтов, которые вы можете сделать. Вот пример. У нас есть пять человек разработки, две недели спринта, пятьдесят человек одни. Взяли три требования по пять, десять и двадцать идеальных дней. И по окончании выяснилось, что даже тридцать пять не успели, сделали только по двадцати десять. И в итоге сделали тридцать. Получается, что у нас фокус-фактор это тридцать делить на пятьдесят это ноль целых шестьдесятых. Ноль целых шестьдесятых это не очень много. В идеале фокус-фактор должен быть ноль восемь. Желательно. Ну, потому что ноль девять это как бы очень хорошо. Не всегда такое бывает. Это достаточно тяжело. Вот. И что с этим делать? В следующий спринт нужно умножить объем идеальных дней или стори-поинтов на фокус-фактор и скорректировать объем следующего спринта. То есть вы когда понимаете, что вы вылезаете за вот это вот количество, нужно корректировать и убирать задачи. Убирать задачи в соответствии с их приоритетами, о которых мы с вами уже говорили на лекции про roadmap. По поводу длительности спринта тоже был вопрос, который задавали. Анна, по-моему, вы же задавали. Я бы сказала, что две недели на самом деле. Три, ну, в принципе, можно, но уже долговато. Там можно потерять. Че вы, зачем вы это делали? Одна, нормально, но... Вот у нас по одной, если честно, не очень удобно. Почему не меняю? Потому что нужно время для любых перемен. Особенно, когда у тебя большая команда, для любых перемен нужно время. Одна не очень удобно, потому что это суперинтенсивно, супербыстро и как-то максимально, ну, не максимально, но довольно сумбурно может получаться. Но так как у нас продукт еще в разработке такой очень активный находится, мы можем себе, в принципе, неделю позволить. Вот. А две недели это вот прям нормально. У вас хватает времени и на нормальное планирование, и на нормальную ретроспективу в конце. То есть у вас встреча одна, там, условно, в понедельник, начало первой недели, и вторая, там, по ретроспективе в конце второй недели в пятницу. Вот это нормально. Это еще разработчики пережить, в принципе, смогут. Ну, и стендапы, там, по середине недели раскиданы равномерно. Вот. С этим, в принципе, норма. Это бирндаун. Я обещала вам его показать на прошлой лекции. Бирндаун — это выгорание. Ну, в смысле, сгорание задачи, количество задач. Не в смысле психологическое выгорание, а в смысле именно задач. У нас здесь количество задач, которые, конечно же, обрезаны. Это вы эффективный менеджер, видите, как хорошо. А по горизонтали, собственно, время. Ну, спринта. Вот это, в принципе, более-менее нормально. Там внизу немножко не совсем все пошло так, как надо, и задачи не до конца доведены, но понятно, что люди начали работать, работали, 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 и количество задач постепенно снижалось. Вот. То есть все становилось нормально, как планировалось. Так, в принципе, может быть. В идеале, конечно, чтобы красная линия там доползала до самого низа, и все было бы суперклассно, но это достаточно редко бывает. Мы все-таки живем в неидеальном мире. Бывает так. Вот так не надо. Есть догадки, почему что-то пошло не так. На зеленую линию сейчас особо не смотрите. Это время, которое затрекано разработчиками, типа, ну, рабочие часы. Смотрите на красную линию. Красная линия это выполнение задач. Вот как... А? Видим, новые появились технически добрые. Неправильная сумминировка была. Скорее, это идеально очень дорого и как бы соответственно вложить именно. Да, это вот, это скорее всего. И вы правы, и вы правы. По поводу появились новые задачи. Если проект уже находится в стадии продакшена, если им уже пользуются люди, это абсолютно часто такое бывает, особенно если вот это что-то связано с рекламой или прочим, что к вам приходит новый партнер, там продажи привели вам нового партнера, говорят там, они, короче, заплатили нам кучу денег и хотят завтра. Вы такие, но ведь, но я же у меня же две недели план, там, они такие, капкан твой план, давай, короче, все переделаем. В идеале в этой ситуации что нужно сделать? Сказать продажам, что типа, ребята, все очень хорошо, но нет, так мы делать не будем. Ну, типа, плохо, приходите завтра, ну, в смысле, на следующий спринт. В идеале, но вы сами понимаете, что так не всегда получается. То есть, если это какая-то очень крупная компания и это очень большие деньги, вам придется плюс-минус какие-то вещи отложить и все-таки это сделать. Мне не хочется говорить вам, что так это в жизни не работает, но это в жизни так часто работает. Но тут главное не позволять этому происходить постоянно. То есть, если это там произошло раз в полгода, это потерпеть можно, но если к вам приходят с таким каждую неделю, там, каждые две недели, нет, так работать нельзя. Ну, тут нужно договариваться со своими коллегами, если это сейлз, то с сейлзами и говорить им, ребята, вот у нас такой план на разработку. Ну, просто, чтобы вы знали. Поэтому, если вы, конечно, приведете к нам какого-то клиента большого на интеграцию, мы будем очень рады, но мы ничего не сможем сделать. Поэтому, можно нам, пожалуйста, ну, как-то говорить об этом за, блин, до начала спринта, чтобы мы могли задачи поставить. Потому что тут еще есть опасность, когда к вам вот так вот резко привели какого-то клиента и там нужно срочно-срочно интегрировать, там вообще ничего непонятно чаще всего. То есть, они просто очень хотят вам, ну, заплатили деньги, они очень хотят, чтобы у них было размещение у вас на сайте, и у них больше ничего нет. то есть, деньги все заплатили, сказали, ну, как-нибудь, а дальше вы как-нибудь сами. Присылали вам картинку с котиком, и вы такие, блин, в смысле? В идеале, чтобы сделать нормально, вам нужно с партнерами договориться вот обо всем о том, о чем мы говорили, как размещать, сколько, какие показатели, чего мы хотим. Понятно, что когда продажи продавали, скорее всего, какие-то вещи были упомянуты, но вам же от них нужны какие-то там дополнительные макеты, дополнительные еще какие-то вещи, логика работы всей этой штуки. Этого часто не бывает, если задача прилетает вот так вот внезапно. Поэтому по возможности старайтесь избегать этого. Но да, это либо из-за того, что прилетела новая задача, либо из-за того, что поняли, что задача занимает не столько времени, сколько она занимала. Потому что кто-то из менеджеров сказал, ну, так это аж полчаса, давай возьмем, а потом оказалось, что это чуть-чуть больше, чем полчаса. Сколько там с 54 до 63? Ну, чисто не полчаса. Ну, немножечко, капельку совсем, буквально немного больше получилось. В общем, это такая штука, надо очень следить, и надо команду свою защищать от возможных бросов. Учитывая ситуацию, когда вы и продукт, и проджект, это достаточно удобно, потому что вы сами можете как бы сформировать то, что вам надо, людям дать то, что, то, как это действительно нужно сделать, и все может получиться по красоте. Но если вы там либо одно, либо другое, то тут надо хорошо коммуницировать и договариваться, ну, о правильных вещах, чтобы в итоге не получились такие брондауны, и как, собственно, вот такие по задачи, так и психологические у людей. Потому что, когда их вот так вот дергают с одной задачи на другую, это хорошо не заканчивается, и люди надолго в такой ситуации не остаются. Ну, то есть, на какое-то время да, но надолго на самом деле нет. Ничего хорошего в этом нет. Поиграем. спринт прилетает в задачи с высоким приоритетом от, ну, если вы project, от продакта или от клиента. Что будем делать? Я считаю, она дорогая, но какими я с этим раздельно с детскими в прошлый раз по годам. Хорошо. Это задача уже какая, которая дополнительная к тому продукту, что мы делаем? Ну, то есть, не запланированная. Не запланированная. Конечно. Сказать, я тут еще работаю. Это вот понятно, про деньги понятно, понятно. Вот хорошо, что вы вспомнили главное слово продакта, потому что часто все такие да, да, конечно, мы сделаем. Мы сделаем за две недели то, что люди делают три месяца и потом не спят ночами все. Спасибо большое, очень прекрасно. Да, нужно... Если у нас был контик запланирован буквально, а сейчас как бы хотят, чтобы там был хомячок, поэтому... Ну, контик же уже был сделан, сделан, как бы, на него будут потрачены деньги, человеческие ресурсы. Тогда давайте уже в следующий раз будем делать задачу. Ну, или в следующий раз будем сразу говорить, что мы хотим. Отлично, прекрасно. Все, что я хотела, я услышала. Все. Не зря. Не зря живу на свете. Так, ломается продукт в самом интересном месте. Что значит интересный? Ну, в таком, которое аффектит работу всего продукта. А? 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 И в следующий раз следить, какому правильному почему так двигаются. Ага, А третье, задачи не двигаются. Ну? Чего не двигаются, формулировки, если формулировки неправильно, да, переформулировать их и посмотреть, что другие задачи тоже будут в сроке. Ага, ага, еще, что надо сделать? А? Прекрасно, хорошо, еще чего? Легко это выражу получит остальные. Хорошо. Чего, еще раз? Условов, которые проходят с разработкой достаточно для того, чтобы задачи подбегались. В счет у них нет вопросов. Да, да? Ну, да, то, что, чем занимаются сейчас люди, потому что они там, технический дом, метод, делали, и, как бы, без его никак не продвинутся дальше. Ага. Хорошо, еще чего? Тем не тем, эти лапти выровные не хотят делать задачи. это абсолютно как бы нормально. В смысле, не нормально, в смысле, это бывает. В смысле, такое, это нормальное предположение. Окей, еще, ну, а делать-то мы что будем-то? Вот, задачи не двигаются, вот они, допустим, там. Ну, возможно, наверное, менеджер плохо скоординировал командами, значит, все застряли на каких-то переговорах, там, выяснении каких-то деталей, как бы, к делу так не могут приступить. Угу, угу. А еще, почему могут не двигаться задачи? Вот вы смотрите на задачи, у себя в Таск Трикере они не двигаются. И они не двигаются. Может, надо уменьшить задачки? Хорошо. Есть еще один вариант. Это все правильно. Все, 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 все правильно. Ну, почти. Никто не отмечает время. Никто не отмечает время. Они что-то делают и ничего, ну, как бы, просто никуда это не записывают. Это, ну, кажется, что смешно и банально, но на самом деле вы сидите и думаете, блин. Потом подходите к разработчику и говорите, так, что-то плохо, что-то непонятное. Так я сделал, типа, вчера. А что ты сейчас делаешь? Он говорит, чай пью. И вот и ладно. Пожалуйста, в следующий раз напиши, что ты сделал задачи. Тогда будет как-то получше. Окей, разработчика хотят перевести на другой проект прямо вчера. Ну, то самое слово нет. Скажите, что дайте только строить счастлив. А, простите, а почему вы вообще согласились отдать? Я сейчас немножко не... Ну, ладно. Значит, там тоже хочешь прийти? Нет. Почему? Нет, не факт. Вам говорят, у тебя... вот вы сделали свое мобильное приложение до какого-то момента. Мне нужна твоя команда мобильной разработки, чтобы я делала свой продукт. А твоя команда мобильной разработки такая смотрит с ужасом. так... ничего сказать не могут, потому что они в панике и в истерике находятся, они их не хотят. А к тебе приходят и говорят, я хочу твою команду мобильной разработки. Типа, вот мы все работаем в одной компании, в одном отделе. Продакт другого проекта приходит, с которым вы в принципе эти ресурсы более-менее шарите. Ну, могли бы шарить. И она говорит, я твоих короче заберу на следующие полгода. Ну, если вы имеете право отказать, а ну... А в смысле, вы всегда имеете право отказать? Только... Останетесь, а я к тебе. Останетесь? Ну, а что можно сделать? Что можно сделать, чтобы вам как бы вот, чтобы вы не отдали? Сказать, что вот у меня проект там завершается тогда-то, до этого периода, эти люди мои. Вот, это правильно. Нужно сказать, что не просто типа нет. Ну, понятно, что можно аргументировать тем, что мы люди не хотят с тобой работать, но это как бы так себе история. Ну, то есть этого к сожалению этого недостаточно, хотя это очень важный фактор. Нужно в таком случае показать свой большой, большой, огромный road map и сказать видишь, у меня задач сколько? Знаешь, сколько это по времени? Это полтора года. А есть такой вариант, что если, к примеру, у нас все так прям сработают с КПД с 21% и остается время какое-нибудь, которое может ищут занятия, может, допустим, помогать сделать какую-то? Ну, если у вас 101%, то, конечно, можно, но поверьте, в жизни такого не будет. В общем, нет, это классно, если одна компания, то реально нужно шарить ресурсы, что одна команда должна на несколько команд работать. Есть, но дело в том, что у вас такая ситуация всегда будет. То есть есть какое-то количество проектов и продуктов, которые команда разработки может пошарить внутри себя. То есть одна команда Android, например, разработки вообще, в принципе, может поддерживать три приложения. Два, которые находятся в продакшене и там просто нужны обновления и одно, которое они активно развивают и делают, собственно, создают. Если им дадут еще одно, то, скорее всего, они надорвутся, потому что это просто уже невозможно. Ваша задача, как любого нормального менеджера, если с вами люди хотят эти работать, если у вас есть задачи, вам необходимо показать ваше количество задач, оценку по времени, объяснить продуктовую важность, объяснить продуктовую важность для вашего продукта, для продукта, скорее всего, этого человека. Раз вы с ним шарите ресурсы, то, скорее всего, у вас есть какие-то взаимодействия. И ценность вашего продукта для компании. И, конечно, это не просто так вопрос, когда вы можете просто сказать нет, вам придется аргументировать это перед вашим руководством. То есть это руководители департамента, это вице-президенты, ну, это такой достаточно высокий уровень. Вы понимаете, что вы не можете прийти и сказать, там, Петя не хочет. Ну, как бы понятно, но этого, к сожалению, мало. То есть, там, Петя не хочет и у Пети задача еще, типа, на 7 месяцев, если Петя не будет есть, спать и, как бы, заниматься своей личной жизнью. То есть, в принципе, на полтора года. Так что, ну, это просто реальный кейс. Скорее всего, если и когда вы придете работать в большую компанию, такие вещи будут, нужно быть к этому готовым, ничего страшного, просто нужно, ну, защищать своих людей и аргументировать всегда все свои действия и решения. Потому что, типа, говорить коромыслия и покачину, это, к сожалению, не, к сожалению, это не работает. Сейчас немножко про риски, а потом к последней, ну, к третьей части. Риски это такая штука, которая есть в любом, абсолютно в любом проекте. И, как говорит нам закон Мерфи, если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается. Ну, по крайней мере, чаще всего так и бывает. Если у вас кто-то заболел, то, ну, как бы, это риск. Если кто-то может заболеть, то вполне вероятно, что кто-то заболеет. Есть такое понятие, вообще, как, не очень гуманное, но, тем не менее, называется оно бас-фактор. Вы знаете про него? Что это такое? Ну, примерно так. Вообще, бас-фактор это, типа, сколько человек, типа, ну, можно сбить автобусом, чтобы ваш проект остался работать. Вот, еще как-то. Бас-фактор это, ну, такая штука. И в маленьких командах он, конечно, какой-то вообще, ну, невероятный бас-фактор. Вот. Риски — это понятно, что. Это неопределенное событие, которое там может произойти, и оно может как-то либо негативно сказаться, либо позитивно. Удивительно, но позитивно тоже может сказаться. Это, конечно, очень редко бывает, чаще всего негативно, но, тем не менее, ну, вдруг, не знаю, что-то произойдет. К этому всегда нужно быть готовыми. Для того, чтобы управлять рисками, нужно эти риски определить, оценить, определить стратегии и регулярно отслеживать изменения. Извините, у меня тут поехала буковка и краткая. Немножко. Определять риски можно разными, ну, способами, но это зависит от проекта, в котором вы работаете. То есть, если, опять же, это продакшн-проект, то у вас всегда будет риск того, что к вам придут и что-то попросят. Если это проект, в котором вы работаете с людьми, а вы работаете с людьми, то всегда есть риск того, что человек заболеет. Всегда есть риск того, что человек уйдет в отпуск. Это, я понимаю, что это чисто, ну, как бы, не очень-то и риск звучит, но, тем не менее, это может быть риск, особенно, если не вы формальный руководитель, а вы, как бы, ну, типа, менеджер, формальный руководитель, там, руководитель всей разработки. И перед вами человек напрямую не отчитывается. Это хорошо, если он сознательный, если вы сознательны, и вы, знаете, собрались с командой, там, данные, у кого когда в отпуск. А если нет, то вы, как бы, можете узнать, что человек в отпуске, когда он уже в отпуске. И, как бы, у вас были планы на него, какие-то, там, мысли о нем, вот, в плане работы, а ничего не вышло. О которых мы расскажем ниже. Молодец. Хорошо. Слайд из прошлой, из презентации прошлого года. Я большая умница, что взяла и не прочитала. Определение стратегии реагирования на риск. Сейчас про стратегии поговорим. Регулярное отслеживание изменений. По поводу того, как часто вообще нужно за этим следить. Желательно понимать, что у вас происходит примерно постоянно, но отслеживать, ну, вот, как по спринтам вы идете, типа, две недели. После этого нужно как-то калиброваться. Две недели, если это риски относительно всего продукта, то это раз в квартал, когда вы делаете свои квартальные планы. Соответственно, еще раз в полгода и раз в год. Ну, вот, вот, по таким вехам можно попробовать. Про стратегии работы с рисками, их четыре. Уклонение, передача, снижение и, собственно, принятие. Уклонение понятно. Полное уклонение, исключение риска из проекта. Вот. Мы должны придумать реагирование, которое позволит быть уверенным, что риск не материализуется. Но это такая себе стратегия, конечно, но тем не менее. Стратегия снижения. Ну, вот, чаще всего используют именно ее. Сейчас все будет. Чаще всего используют именно ее. То есть, мы стараемся уменьшить вероятность того, что риск повлияет на проект. Стратегия передачи. Тоже есть, но мне она не очень нравится. Чаще всего стратегия передачи в реальной жизни звучит, что, типа, виноваты дизайнеры. И, типа, вы тем самым передаете риск на них. Но на самом деле вы никуда его не передаете, потому что вы продукт и вы ответственные. Вы никуда не передали, вы, типа, свалили на чужие плечи, но вы сами виноваты. Ну и принятие риска. Активное принятие или пассивное принятие. Активное принятие – это резерв времени на устранение последствий. И пассивное принятие – наличие плана B на случай, если риск материализуется. Запомнили уклонение, снижение, передача, принятие – активное, пассивное. И вот. Кажется, нам нужно было решать, решить эту задачу первой. Какую стратегию работы с риском мы здесь выберем? Еще раз. У нас есть уклонение, передача, снижение и принятие. Принятие – это в смысле, типа, не… надо было первое дело. Не-не-не. Тут как бы как раз активное принятие – это что-то делать и формировать резерв. А пассивное – это наличие плана B. Переходим к плану B. Переходим к плану B. Окей, если он у нас есть. А если нет? Делаем прямо сейчас и начинаем решаться с задачей первой. У нас есть стратегия вопадения. Ну, как бы… Было, нужно было решать задачу первой. Ну, значит, в следующий раз, когда мы будем ставить план, что нам делать, мы поставим эту задачу. Ну, вот это уже, да, ближе к правде, на самом деле. То есть это какая стратегия? Да, хорошо. Я заболел, меня неделю не будет, говорит вам разработчик в день планирования спринта. А? Передача. Правда, ты же виноват. Ничего себе, ты, Петр, даешь. Ой, рви подхватил, негодяй. Ну, вы делаете, не дай, бля на него. Как ты посмел? Ай-яй-яй, Петр. Принятие, используя план Б, на случай, если кто-то заболел, то есть все равно должен быть какой-то план. Ты понимаешь, что люди, они не вечные, они могут и болеть, и может болеть и родственник ребенка, и сват, и брат. Умереть. Ну, например, да. И должен быть какой-то план, который, там, какие-то обязанности возьмать для себя другой родной рабочих или еще что-то. То есть, в каких-то странах это плако уже будет. Окей. Если вдруг понадобится неделя, а два дня вы не старались. А? А если кто-то вызовет через два дня? Ну, вы два дня потеряете все равно. Что делать-то будете? и помощь мужчин. Здесь правы вы, и вы тоже правы. А при принятии активное, если вы узнаете, это прямо типа на планировании во время этого, это действительно активное принятие, вы думаете, так, ладно, так, Петра не будет неделю или, там, два дня, значит, нам либо нужно эти задачи из спринта, там, выкинуть и, там, дождаться Петра, либо нам нужно сейчас, если это важные срочные задачи, нам нужно эти задачи распределить по людям, которые есть, и сделать их другие, ну, силами, там, остальной команды. Вообще неплохо бы, конечно, думать про это заранее и вообще стараться такой риск снижать. Типа, вот у нас есть пул задач, мы умножили его на фокус-фактор и кажется, что мы в этот спринт успеем, допустим, 30 сделать, но всегда иметь в виду, что, как бы, 30 вы можете не успеть сделать и, скорее всего, хорошо вы успеете сделать, там, ну, окей, 25. И поэтому вам в эти 25 нужно поместить те задачи, которые вот самые важные и не забыть туда впихнуть ваш техдолг и техобеспечение, чтобы все прошло хорошо, чтобы потом случайно нигде не упасть и не отвалиться. Так, если что, виноваты дизайнеры. Не делай так. Ну, вот, типа, вот, 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 вот что, что, виноваты дизайнеры? Ну, а можно сразу убрать вот этот риск, то есть, сразу обсудить с дизайнерами, что они могут делать не так и что может быть длинным для них? Ну, вот, тоже, ты, вот, нет, логично, безусловно, правильно, но вот, как вы себе это представляете? Прихожу я к своему, там, руководителю группы дизайна и говорю, Слава, что ты можешь сделать не так? Нет, ну, если тоже что-то случилось, ну, просто, я не понимаю ситуацию, которая может произойти, если разработчики говорят, допустим, дизайнеры сделали и не так не подходит под сайт какой-то и если что, не надо, так можно сразу им сказать, что вы не исправили? Да, окей, хорошо, в принципе, да, но тут чего, мы могли, в принципе, риск этот снизить? декомпозируем для них задачи. Да, это абсолютно верно, декомпозируем задачи. Для кого? Для них. Для дизайнеров, да, правильно. А можно еще такое условие делать? Ребята, если вы сделали неправильный отчет, вам все правильно написали, тогда вы просто на наши переделы берите, ставьте статус там выше важности и ставьте его выше, чем своей стороной задачи. Ну, просить вы можете об этом, вы не можете им приказать, конечно, это делать, вот, но просить вы об этом можете, да, если там какие-то непонятки или чего-то неплохо сделано, да, вы можете просить. Тут чаще всего-то в чем проблема-то бывает, вы, например, нарисовали, если это мобильное приложение, вы нарисовали какое-то количество экранов, дизайнеры вам нарисовали, вы в разработку отдали, они делают и потом говорят, а что делать, если человек сюда ввел там не цифры, а буквы, и вы такие, хороший вопрос, и тут вы понимаете, что, что вы не подумали о том, что здесь могут быть не цифры, а буквы, ну, что человек просто может попробовать это сделать, и у вас тупо нет на варианта обработки ошибок. Кто виноват? Вы виноваты, правильно, вот, ну, вы простите, но вы, чаще всего, вы всегда будете виноваты. Это нормально, когда вы берете ответственность, вы потом виноваты, это абсолютно нормальная ситуация, не нужно этого бояться. К нам приходит, четвертая задача, к нам приходят коллеги и говорят, что, типа, ребята, давайте срочно замутим супер-пупер-акцию, вот, прямо сейчас запустим все баннеры, пофигу, все нормально, просто иди в продакшн, прям там пиши код, и все будет нормально. И мы, что будем делать в этом случае? Говорят, мы тебе заплатим 3 миллиона. Ну, согласись. Так, неплохо. Еще, еще есть вариант, пожалуйста. Не знаю, мне кажется, что... Я понимаю, что вас 3 миллиона как бы ангажировали, но... Это такая, ну, как бы, очень приоритетная вещь, очень опасно писать сразу там, потому что разум, да, надо взвесить предположение. Окей, давайте, допустим, если вам платят, теперь мы вернемся, сделаем этот, флэшбэк к юнит экономики. Если вам готовы заплатить 3 миллиона за там какое-то размещение, это значит что? Что вы достаточно крупные ребята и что, как бы, размещение у вас стоит не так уж и дешево, что к вам, в принципе, идут люди. Это правильно. Если вам готовы заплатить за размещение 3 миллиона, это значит, что у вас уже какое-то количество рекламы, скорее всего, там крутится или открутилось. И это значит, что у вас большой поток пользователей. И если у вас взорвется продакшен, допустим, и если вы не почините его за день, почему-то, я не знаю почему, но почему-то не почините. Как вы думаете, какие будут потери? Как вы? Финансовые, первые ночи. Да, но вот я про то, что 3 миллиона вам-то заплатят. Сколько вы можете потерять? Больше. Вполне верно. Может быть, не 3, но может быть, вы потеряете там 2, может быть, полтора. Но вы потратите кучу сил еще на восстановление этого всего, а в итоге вот этих 3 миллионов, из этих 3 миллионов вы даже не то, что полтора, но получается, вы получите, наверное, не знаю, тысяч 50. И что вы будете делать с этим? Вы как бы даже разработчику половину зарплаты не заплатите. Ну, нормальному разработчику. все, как бы ничего. Поэтому, пожалуйста, когда к вам приходят и говорят, давай сейчас срочно все поменяем прямо здесь, прямо тут, сейчас вот быстренько, отказывайте, отказывайте, машите руками, я не знаю, убегайте, там, ну, придумайте что-нибудь, в общем, но желательно, конечно, объясните в первую очередь, потом убегайте, почему вы не будете этого делать, а потом можно убежать. Как учитывать риски? Риски с вероятностью 80% и выше считать случившимися, риски с вероятностью 20% считать, ниже 20% считать маловероятными, между 20% и 80% включать в бюджет нет-то оценку, то есть, остаточную оценку риска и стоимость мер по работе с этим риском. Риски с вероятностью выше 80% это, например, ну, я бы не скажу, что болезнь это 80%, наверное, что кто-то может заболеть, это в зависимости от того, от сезонности, кстати, очень сильно зависит. Если это весна или если это осень, то риск того, что кто-то заболеет 80%, просто включайте, что у вас кто-то в команде заболеет. Ну, это реально так всегда работает, особенно если это open space. Как бы open space, осень, все, как бы считайте, у вас минус, не знаю, минус 2 дня в спринте, потому что, как бы, кто-то заболел. Это вот абсолютно так. Риск с вероятностью ниже 20%, ну, это там, все, все, что угодно может быть, что там, кто-то умер, упаси Господь. Ну, но тем не менее, это можно не считать. Риск с вероятностью ниже 20%, это возможно, что, типа, компания резко обанкротилась, и все, и вы теперь никому не нужны. но это тоже достаточно такое. То есть, компания? Да, безусловно, но мы говорим про крупные сейчас. Конечно, если вы там еле-еле, да, пытаетесь что-то, то это, это как бы можно и в первое считать. Ну, не так, конечно, но стоит, стоит применять пункт 3, учитывать, что обязательно что-то может случиться, и стараться по мере возможности что-то с этим делать. Вот. Чего еще? Это вроде основное. Какие риски будут с вероятностью 80%, какие риски произойдут с вероятностью 20%? Давайте подумаем, что у нас может произойти с вероятностью 80% в проекте. А? Сервер, например, ухватет. Ну, что-то произошло, что-то упало. 80%. Ну, у нас же есть два запасных, которые живут или нет. Ну, увы-то ничего, да, но тем не менее, да. Сервер может упасть. 80%-то вряд ли, но близенько, близенько, так, недалече, да. Еще. Ну, баги, это, ну, это правда, вы правы. На самом деле, 80% это все правильно. Вы вот абсолютно правы. Баги будут. Это, это точно. Так, еще чего? Чего? Деньги в компании отключили. Все, нет электричества. 80%? Вы, 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 вы чего? Не, ну, так даже в вашем цвете, это не так. Ну, может быть, даже интернет, но, как бы, бывает. Сейчас аварии бывают, сейчас, ну, с интернетом, вообще. почему 80%, если вы в большой компании работаете, то у вас, скорее всего, еще генератор какой-нибудь стоит, чтобы, ну, если что, поддерживать всю эту штуку. На самом деле, вот, отключение света, это, конечно, не 80%, это все-таки, что-то типа, около 20%, но тут, это сложно учесть, но если вы, у вас там программисты чего-то писали, простите, не закомитили в ветку, а свет отключили, вот тут-то вы все и вспомните, что это как бы, что я там вам когда-то говорила, что вы, что это не 80%, вы будете сидеть, поминать меня плохим словом и думать, что блин, в следующий раз заложусь на то, что может быть перепад энергии. У нас он, кстати, был вчера в офисе, свет выключался, это было неприятно, но у меня все коммитят, все хорошо. Но я перепугалась, если честно, когда у нас отключили свет, у меня первая мысль была, не закоммитили, не закоммитили, господи, но ничего, не, все нормально, все обошлось, все хорошо. С вероятностью 20%, что может быть? Пожар. В офисе, у меня такси, в прошлом году не домой такси с Пуджокова. Серьезно? Да. Ну правильно, да, еще чего. Кто-то подойдет к серому чайного затея и у тебя уже нет ладони. Мышка пробежала, хвостиком махнула, и все ваши полгода разработки там под хвостиком и остались, да. Кто-то резко уводится, не предупреди. Вот, кстати, это может быть, да. Это уже более приземленно, но да, на самом деле. Это к 80%, но не резко, но, типа, мне кажется, что за время проекта хотя бы один человек уходит. Ну да, 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 да. Но тут зависит, на самом деле, от того, какие риски мы с вами анализируем действительно. То есть, либо мы про риски на спринт, либо мы про риски на проект. Если про уволиться, то да, это типа, если на проект, то про уволиться, да, это к 80%, но люди уходят, это такое бывает. Это нормально, ну как нормально, нормально, что бывает, но, конечно, нужно стараться, чтобы это по минимуму происходило. Возвратили какие-нибудь конфликты в команде, в том числе бежевым менеджером или какие-то сотрудники? Да, это правда, это бывает практически постоянно. Ну, блин, жизнь, люди общаются, люди как-то обмениваются эмоциями, что-то происходит, да. С вероятностью 20% еще могут возникнуть позитивные риски, типа, КПД 101%, ну, то есть, всякое может быть. Или там, ваша фича, которую вы запускали и думали, что она там вам привезет 700 тысяч, она такая, возьми и полтора миллиона принеси. И вы такие, что же с этим добром делать? Вы, кстати, должны всегда понимать, что делать с добром. Маша менеджер проекта Добро, поэтому это очень забавно было. Вот, Маша знает, что делать с добром. Что делать с добром, типа, полутора миллионов, тема следующая. Если вам вдруг внезапно привалило, вы должны понимать, куда, в какие места все это распихать. Я серьезно говорю, потому что, если вы не поняли, то оно как бы очень быстро исчезнет, потому что вам скажут, у вас такие, эти, ну, деньги, тут, там, сервера нужны новые в соседнюю команду, там, еще чего-нибудь, тут пятое-десятое, вы такие, родмап, видели мой? Вот такой. Там, мне разработчиков, знаете, сколько надо? Вот столько. Вот это нормально. Вы всегда должны понимать, что делать еще с теми вещами, которые к вам пришли, и это очень приятно, но всегда нужно понимать, куда их засунуть. Чуть-чуть, немножко, совсем, капелька математики, вот прям, минимум, про метод Монте-Карло. Им можно пользоваться, куча всяких симуляторов есть в интернете, вообще это про моделирование риска, в общем, вы примерно понимаете, какое-то, ну, если, например, у вас есть, ой, батарейка садится, если у вас есть там вероятность того, что в случае этого риска вы потеряете там 8-10 миллионов, то вы должны смоделировать определенное количество экспериментов, посмотреть, в каком количестве экспериментов вы действительно потеряете, поделить это на общее количество экспериментов, и вы, собственно, получите оценку того, насколько это вероятно, что это там произойдет. Вот это просто схема общей работы этого метода, как это нужно делать. Я вам очень советую отдельно с этим ознакомиться и почитать, и желательно, на самом деле, посмотреть на ютубе, потому что чтение просто научных работ не всегда дает такой профит, особенно вот связанных с такими вещами. Монте-Карло, потому что казино, ну, метод, название метода пошло именно оттуда, это типа гэмблинг, вероятности и всякие вот такие умные вещи. Это хорошая вещь, на самом деле, она позволяет с рисками работать неплохо, то есть, если у вас есть неопределенность того, насколько вероятно, что это возникнет в вашем проекте, вы можете смоделировать ситуацию, поставить определенное количество экспериментов и уже получить какие-то цифры. Мы же продукты нормальные, мы же любим цифры, поэтому хорошо, если у вас такие вещи будут. Есть инструменты типа Crystal Ball, ну, в интернете можно поискать, посмотреть, которые вы можете использовать и, собственно, всякие кейсы моделировать. Можно моделировать ручками. Очень много формул, по которым все это можно счастливо сделать. Разбирать мы их, конечно же, не будем вот прямо сейчас. Очень жаль, хотелось бы, но вот все-таки not today. Так, у нас уже там два часа все это тянется, ну, чуть меньше, поэтому давайте сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим. Хорошо? Поедем дальше. Поговорим про людей немножко и про коммуникации. Все очень круто. Вам как менеджера очень много всего нужно уметь, знать. Желательно уметь в математику, желательно ее как-то знать, желательно ее любить и быть готовыми применять. И про применение такого всякого хардкора мы уже говорили немного в лекции про юнит-экономику. На следующей лекции разберем ваши домашние ошибки, если они были. Чего вы так улыбаетесь? Все хорошо? На десятой поговорим про то, как работать с данными в продуктовом менеджменте. А сегодня часть поговорим про людей, потому что, как оказывается, это не так уж просто, не так уж примитивно и вообще довольно сложная часть всей менеджерской работы. Тут на самом деле все достаточно примитивно. Ну, по крайней мере, тезисы, которые вы увидите, они в принципе про человеческое общение. И кажется, что вы об этом думали когда-то и ничего супернового нет, но тем не менее. Вы менеджер и вам необходимо помнить об эмпатии. Вы знаете, что такое эмпатия? Не знаю, что такое эмпатия. Да, но не просто понимание, еще возможность поставить себя на его место. Это очень важная штука вообще в человеческих отношениях и в профессии менеджера в том числе. Вам необходимо понимать, как себя люди будут чувствовать, которые работают с вами в команде, на которых вы ставите задачи, которым вы что-то рассказываете, от которых вы что-то просите. Это всегда очень-очень важно. Есть золотое правило нравственности, которое говорит, что относись к другим так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Это вообще достаточно неплохая практика, потому что если мы посмотрим на то, как бывает, ведутся проекты, мы поймем, что мы бы не хотели быть на месте этих разработчиков, этих дизайнеров, этих специалистов по продажам, этих маркетологов, потому что это вообще какой-то полный трэш. Это же так работать просто невозможно. Кажется, что все нормально самому менеджеру, а что там происходит внутри полная дичь. Просто Unreal. Что желательно стараться так не делать. Поэтому мы сейчас поговорим относительно простых вещах, но те, которые нужны. Вещь первая. Все должны быть в курсе того, что происходит. Ваша команда должна быть в курсе того, что происходит. То есть если вы что-то меняете, если вы принимаете какое-то новое стратегическое решение, если вы решаете, что теперь вы делаете не то, что планировали делать до этого, команда должна об этом знать. Она должна знать об этом от вас настолько быстро, насколько это решение принято. То есть если оно только принято, вы должны как-то подготовиться, сформулировать, прийти к ним и рассказать. Они не должны узнавать об этом постфактум, типа через месяц, просто потому, что вы забыли или решили, что им это не нужно. Им это нужно. Дело в том, что если вы этого делать не будете, если вы не будете им решение, про то, что нужно пользователям, про то, почему пользователям это важно, вы людей не замотивируете. У вас все останется в парадигме того, что каждое подразделение, каждый программист делает просто свою какую-то задачу. И все. То есть они приходят, делают таск и окей, ребят, после этого расходимся. Нет какого-то понимания того, что они делают классную, ценную, полезную вещь. А без этого понимания очень и очень сложно сделать что-то хорошее. Потому что на самом деле большая часть работы, ну, большая, ладно, очень большая часть работы лежит на их плечах. И чем выше у них мотивация, и чем лучше у них понимание того, что они действительно делают, тем лучше будет ваш продукт в результате. Поэтому необходимо, чтобы они знали, что происходит, и чтобы они знали друг друга. если у вас какая-то большая, очень большая команда, делайте так, чтобы они были друг с другом знакомы. Если для этого необходимо сделать одну-две встречи раз в месяц, раз в два месяца, соберите их всех вместе и перезнакомьте их друг с другом. У меня был кейс следующий, когда мы познакомились с нашей командой мобильной разработки, а до этого мы были только с бэкэндом и фронтэндом и всеми остальными нашими частями. Я собрала встречу, и это была очень показательная штука, когда мой элит из бэкэнда увидел людей в переговорке и не стал заходить, стал ждать меня, потому что он их не знал. Я подумала, там какие-то чуваки левые сидят, ну что я пойду? Ну то есть вот так вот это бывает. Очень классно, что теперь они не левые чуваки, а это часть нашей команды и теперь они друг друга знают, но вот происходит иногда вот так, они должны знать, кто чем занимается, потому что скорее всего, что на определенном этапе развития вашего продукта и проекта им придется взаимодействовать друг с другом, им придется друг к другу там как-то ходить, какие-то вопросы решать, вместе выполнять какие-то задачи, а когда ты не знаешь человека, сделать это очень сложно, ну как минимум там нужно найти контакт, а на это уже требуется какое-то достаточно большое количество времени, поэтому пожалуйста, делайте так, чтобы они знали друг друга и знали обо всем, что происходит в проекте, и знали о ваших планах, и делайте апдейты по тому, как вы ведете UX-исследования, потому что им это интересно, они это делают, они это провермируют, они прям вот этими вот руками создают вот этот продукт, поэтому важно им рассказывать, что мы там провели исследование и пользователи вот представляете, говорят там такое-то, такое-то, и поэтому мы будем делать так-то, так-то, это очень важно, ну, только так, без этого очень плохо получается, когда люди не понимают, с чем они работают. Вторая мысль, достаточно важная, вообще про коммуникации, корпоративное общение и прочее, пишите, пожалуйста, нормальные письма. Вот пример первый, это плохое письмо, так делать не надо, не надо писать, особенно в рассылке на 40 человек, вот это вот, типа, скриншот такое-то, такое-то, так не делается, это плохо. У письма должна быть обязательно тема, если это рассылается на какую-то определенную часть вашего коллектива, то эта часть коллектива должна быть как-то вот отражена, во втором письме есть медиапоэм, должна быть тема, которая сразу понятна, единообразное использование релизов Джиро, например, была тема у нас в 17-м собственно тоже году. Письмо должно быть тоже структурировано, там должны быть основные тезисы, что вы хотите до человека донести, что мы будем делать так-то, так-то, и не будем делать так-то, и так-то. Не нужно просто, типа, лол, ребята, смотрите, какой скриншот, как бы, этим вы ничего, не донесете. Создайте чатик с мемесами, и вот туда, пожалуйста, это вообще без проблем. Кстати, чатик с мемесами очень важная часть командной культуры, он обязательно должен быть. Без чатика с мемесами очень сложно команду сплотить. Создайте чатик с мемесами и иногда подкидывайте туда. Я понимаю, что моя команда это посмотрит, но вот как-то так это работает. А? Если вы не работаете в чатах, не знаю, как, как, ну, по-моему, у кого-то уроняли, да? Читая, она сижу с мемесами. Будьте аккуратны с мемесами. Создавайте чаты, но будьте аккуратны. В общем, про письма понятно. Будьте конструктивны, не надо вот скидывать скриншоты, типа, вы же понимаете, что там не просто тема такая, а там тупо скриншот. Типа вообще ничего нет. И как бы ты дальше сам решай, что делать. Следующая часть, очень важная часть, безумно важная часть, на которую уходит очень много времени менеджера. Это встречи. Они занимают реально много времени. Ну, как бы обычно встреча длится примерно час. Это хорошо, ну, если час. Бывает, что дольше. Учтите очень, ну, такую вещь, которую, я не знаю, может быть, вы не задумывались, может, задумывались, но вот она звучит вот так. Разработчики не любят встречи. Они приходят, чтобы программировать и делать свои задачи. Им не нравится ходить и там сидеть в переговорках и типа, блин, за что? ну, типа, избавьте их от этого. По возможности. По возможности я имею в виду, что вот эта встреча по планированию, ретроспектива и стендапы это должно быть. Иначе у вас просто процессы полетят, ну, будет достаточно неудобно. но если вы зовете разработчиков навстречу типа, ребята, давайте придумаем новое продуктовое решение, чтобы, чем бы еще мог заниматься наш продукт. Нет, в принципе, хорошо для энгейджмента команды, может быть, раз в два месяца можно устраивать такие вещи или там тимбилдинги, но реально, если вы каждую неделю по два часа их таскаете на то, что вы, типа, провели UX-исследование и не знаете, что с этим делать дальше, то, блин, ну, вас не поймут. Реально, это очень странная вещь. Бывают еще такие планерки, куда все приходят, садятся и никто не понимает, что дальше делать. Ну, то есть, кто-то что-то абстрактно обсуждает, по 10 минут задвигает какие-то странные тезисы и ничего в результате не происходит. Поэтому очень важный момент, встречи должны быть полезными, потому что, если они бесполезны, то ваша команда будет чувствовать себя собственно как Траволта в фильме Тарантино в криминальном чтиве, когда он пришел и не знал собственно, где что находится. Встречи обязательно должны быть полезными. Встреча нормальная, встреча нормального человека, она такая. Во-первых, нужно, как мы уже сказали, избавиться от ненужных встреч, написать повестку встречи. Когда вы кидаете приглашение на своих разработчиков, менеджеров, специалистов по продажам, тестированию, дизайну и прочему, вы должны написать, что на этой встрече, если это дизайн, мы будем проводить дизайн-ревью, допустим. В дизайн-ревью мы будем проводить ревью этого экрана, того экрана, третьего, четвертого, пятого экрана. Нам нужно это ревью с целью, чтобы, не знаю, у нас просили конверсии или мы поняли, что что-то работает не так. В общем, это обязательно должно быть. Вы, когда встречу создаете, не надо называть встречу встреча. Просто не надо. Это плохо. Особенно, если вы зовете человека, с которым вы устно об этом не договаривались. Потому что хорошо, если он рядом с вами сидит, это второй менеджер, вы говорите, ну что, встретимся, поговорим при этом, да, окей. А кого еще позовем? Ну, давай, Антона, Вадима позовем и Олега. И, как бы, окей, мы-то договорились, а вот Антон, Вадима и Олег получают встречу-встречу. И такие, типа, ладно, раз ты нас зовешь, мы, конечно, придем, но, прости, а что ты хотела? Вот, это, как бы, достаточно странно. Всегда нужно иметь план и список вопросов. Когда вы приходите на встречу, вы должны понимать, как эта встреча будет проходить. и вам нужно, чтобы она прошла так, чтобы это оказалось эффективно. То есть, вы на встречу приходите, чтобы решать проблему, а не тупо, ребята, как же здорово, что мы с вами можем опять тусануть. Хотите тусануть, пойдите с ними на кухню, там, чайку попейте, кофе, устроите тимбилдинг. Не надо звать людей посередине рабочего дня чисто поболтать. Ну, если недостаток коммуникации, ну, я не знаю, можете в чатике у нас пообщаться, я не знаю, но не надо разработчикам своих звать. Просто так. Нужно иметь план, потому что, если вы там проводите дизайн-ревью, вы понимаете, что вы собрали эту встречу для того, чтобы найти спорные моменты, выяснить, что идет не так и что с этим делать потом. У вас должно быть минимум три пункта. То есть, вы должны выяснить, вы должны понять и что делать потом. То есть, сделать какие-то выводы. Обязательно. Ну, то есть, только так. Встреча должна идти по какому-то плану. Если это планерка, типа, апдейт статуса, там, где собираются лиды всех ваших подотделов, это должно быть так, типа, инфраструктура у нас делала то-то-то-то-то-то, там, машин-лернинг сделали то-то-то-то-то, там, дизайнеры сделали то-то-то-то-то-то. И потом вы по каждому делаете краткий вывод, что в итоге получилось, какой инкремент это принесло в продукт. И только так это будет иметь смысл. Потому что, если этого нет, то начнется, типа, ну, мы там сделали часть, а вот это, ну, что-то не сделали. А как сейчас такие встречи нужно устроить, что у нас произошло, какие изменения, куда вообще движемся? Точно, раз в квартал, точно. Ну, потому что вы пишете квартальные планы, там, все эти ОКР и прочие вещи, раз в квартал нужно собирать. Это раз в три месяца. Раз в три месяца, час, полчаса, на самом деле. Вы же продукт, вы подготовите же все это, вы же не придете, вот как-то, нехорошие люди, чтобы ваши разработчики чувствовали себя вот так. Вы придете подготовленные с презентацией, все им расскажете, они уйдут счастливые, довольные. Раз в квартал будет нормально. Так вот, планы, список вопросов. Если вы встречаетесь с кем-то, там, не с вашей командой, а с кем-то из другого подразделения или с другим продактом, вы должны прийти к нему со списком вопросов, с тем, что вы хотите от него получить, а не просто, типа, Ксюш, давай поболтаем, типа, чекучесть попьем. Просто это ничем не заканчивается, вы можете. Есть встречи, якобы, неформальные, которые формальны. Типа, Ваня, давай встретимся, а это еще тут я хочу, кстати, у меня есть пара вопросов, то есть у вас нет списка перед собой, но у вас есть список в голове, которые вам нужно, ну, с вопросами, которые вы хотите задать, чтобы как-то потом свой продукт улучшить. в начале встречи скажите, что вам нужно этой встречи решить. Типа, ребята, мы собрались здесь, чтобы то-то, то-то, и то-то, и то-то, чтобы все люди понимали, к чему вы идете, и чтобы они поняли, что у вас есть план и список вопросов, что это безопасно, быть с вами на встрече. Быть с вами на встрече это хорошо, что можно не бояться, что это затянется на гроба на их полтора часа, и им не придется потом умирать, а потом на полтора часа задерживаться, потому что они из-за вас задачу не доделали. Всегда записывайте, что происходит на встрече. Желательно, желательно, но это не всегда, не все всегда соглашаются, желательно записывать на диктофон вообще, чтобы потом это прослушать. Есть ребята, которые называются Waysera, они делают, ну, у них speech recognition, и они, собственно, записывают то, что люди говорят, сразу в текст. Но пока работает только на английском, на русском не работает. Вернее, работало, было плохо, они отключили русский. Поэтому диктофон вам в помощь. Если диктофона люди отказываются, то сидите, записывайте, или заведите себе подавана, который будет сидеть и записывать. Или вы можете там с кем-то договориться, периодически меняться ролями, что кто-то там будет сидеть и записывать. Это очень важно, потому что если вы не записали, то вы не можете сделать пункт седьмой, написать об итогах встречи всем участникам. А если вы этого не сделали, то встречи считайте, вы потратили время тупо просто так. Вы ничего этим не добились, вы ничего не решили, ничего понятно не стало. По ходу дела приводите к решению проблемы, приводите к тому, что вы хотели этой встречи достичь. Потому что очень часто люди растекаются мыслью по древу. и начинается там с того, что вы хотели договориться о формате иконки, а вместо формата иконки вы уже почему-то пять минут обсуждаете, как там вчера лол, кек, там не знаю, а вы видели на виси и что-то там типа хорошо, что если вы вынырнули и поняли, что происходит, а если вы не вынырнули и не до конца поняли, что произошло, то вы время опять потеряли. Поэтому необходимо приводить к решению проблемы. Да, кстати, на виси было отлично, но мы сегодня говорим о том, что нам нужна и новая иконка. Давайте все-таки вернемся к вопросу про иконку. Вопрос про пункт 7. Если каждый для себя отметит, что он может улучшить в той части задачки, за которую он отвечает, то все равно обязательно написать там Саша сделает то, там Маша сделает то. Да. Все равно это в общем все. Да. Потому что они написали, у себя положили и все. А другие не знают, кто что делает. Это если вы вообще с командой, это ладно еще, ну как бы, это можно пережить. А если вы там собирались с партнерами, например, и потом про, как-то, извините, факапили и не написали про итоги, как бы, ну считайте, встречи не было. Ну непонятно, что вообще произошло. Фоллоуап обязательно должен быть, иначе это просто тупо не работает. У нас была большая встреча на ледов, она занимала, типа, ну то есть у нас было планирование, там было, типа, ретро в конце, и у нас была встреча там с руководством, она занимала два с половиной часа. Ну то есть, вы представляете, это увеличивает, типа, астрологи объявили неделю совещаний, количество выполненных задач уменьшилось вдвое. А разработчики очень сильно страдали, потому что два с половиной часа они сидели и думали, что, как бы, зачем так жить вообще? Как бы, очень не хочется. Оказалось, что можно решить это по-другому. Мы стали каждую неделю к этому времени готовить, собственно, репорт с проделанной работой. Ну, оформлять его, там, в виде статьи в конфлюенсе в нашем и показывать, собственно, тем людям, которые хотели видеть у нас фоллоуап, ну, от нас какой-то апдейт. Отлично работает. Мы избавились от двух с половиной часов, как просто непонятного время предпровождения. Разработчики делают задачи. Счастье чуть-чуть повысилось. Апдейт происходит нормально. Все знают, что написано. То есть, можно сравнить апдейт этой недели, апдейт той недели, понять, где факап, найти место и как бы дальше что-то продолжать с этим делать, как-то улучшать, найти больную точку. А раньше это было совещание, все пришли, страдали два с половиной часа, ничего не вынесли, ушли и через неделю снова приходят страдать. то есть, с таких даже совещаний двух с половиной часовых сложно что-то собрать нормальное. Ну, даже вы собрали на этом совещании, потом на следующем пришли и опять растеклись мыслью по древу. Вернуться сложно, если там 15 человек, то за ними, за всеми уследить сложно, и поэтому это превращается в гриманный ад. По возможности старайтесь избегать этого. Про встречи кажется, все понятно. В общем, реально, смотрите, ребята не любят встречи. Это нормально, это ваша работа. Ходить, со всеми встречаться, ходить, договариваться, это ваша работа. Это не их работа. Их работа задача делать, решать, которые вы на них поставили. Как бы, вы все сделали и, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Всегда помните, что вы отвечаете за продукт. За продукт, за все, что в нем происходит, за своих людей. Они могут не подчиняться вам формально, вы можете не быть их формальным руководителем, но это ваша команда и за ее состояние моральное отвечаете тоже вы. За то, как они себя чувствуют, за то, как они там работают, отвечаете вы. За то, что там происходит, какие процессы, тоже отвечаете вы. За все это отвечаете вы. Ну, смиритесь с этим. Если у вас не хватает ресурсов в команде, если у вас там мало разработчиков, вы в силах пойти в департамент HR и сказать, ребята, у меня не хватает людей. Мне нужны еще люди, давайте найдем. Если у вас не устраивает то, как вам подбирают, вы должны тоже с этим что-то сделать. Сказать, меня не устраивает, типа, мои лиды говорят, что там что-то пошло не так. Давайте поменяем парадигму, давайте будем менять какие-то схемы нашей работы. Давайте все это будем делать. Если вам не хватает серверов, это не обязательно значит, что человек, который занимается инфраструктурой, он лид, должен там сам пойти и все это сделать. Ну, в идеале, да, должен. Мне повезло, у меня такой лид. Но бывает не так. Типа, есть люди, которым что-то надо, и они молчат. Вы спрашиваете, какая у них проблема, они говорят, нам нужны сервера. И все. И на этом, как бы, все. Если вы получаете месседж, что что-то нужно, вы должны встать, поднять сидение себя, дойти до человека, который отвечает за сервера в компании, сказать, ну, там, в компании, в отделе, сказать, нам нужны сервера. Он скажет, окей, сделай паск, и дальше, там, задача пойдет. Ну, просто помните, что вы, на самом деле, как менеджер, в праве и в силе вообще всем этим заниматься. И вы можете реально аффектить работу команды и развития продукта. Чем больше вы работаете, тем быстрее все это происходит, тем лучше это развивается. Вы очень важный человек, и вы можете как и ускорить работу, так и замедлить ее в разы, если вы, если у вас нет этого, если у вас нет ответов на вопросов и решений. Потому что бывают моменты, когда к вам приходят люди и спрашивают, типа, вот, мы не знаем, что нам написать вот здесь. Что мы будем здесь писать? Вы должны знать, что здесь писать. Вы должны знать, что написано на этой кнопке. Если вы не знали до этого почему-то, хотя задачу как-то поставили, вы должны сесть и придумать. Мало того, что вы должны не просто сесть и придумать, а вы должны взять скриншот или открыть пейнт, нарисовать в нем кнопку, будет так, примерно, прототипировано, и отдать это человеку, и пусть он дальше работает. Если у вас есть там департамент, от которого вы зависите, вы должны, и у вас не хватает ресурсов или решений, вы должны пойти к человеку из этого департамента, который занимается этим решением, и поговорить с ним, и сказать, мне не хватает того-то, того-то, давай мы с тобой договоримся и чего-то с этим сделаем, как-то решим эту задачу. Вы удивитесь, но чаще всего это работает. Если вы придете и просите о чем-то, это чаще всего работает. Люди редко, на самом деле, отказывают и говорят, нет, нет, мы не будем этого делать, полный отстой, ты иди сам как-нибудь разбирайся. Так чаще всего не работает. Все, наоборот, хорошо, но просто это надо делать, этим кто-то должен заниматься. Если вы сидите и ждете, что разработчик сам там встанет, пойдет, ну, молодцы, что, сидите, ждите. Таких ответственных, как бы, вот разработчиков таких, их очень мало, там, хорошо, что они есть, что они бывают, но их, ну, мало, они любят разрабатывать, они любят программировать, и это их работа, это не их работа, ходите там, со всеми договариваются, это работа ваша, поэтому будьте готовы, что вам придется это делать, вам придется вникать, вам придется ходить, вам придется понимать, что вообще происходит, как они там во всей этой истории варятся, ну, примите это, вы, у меня иногда, я даже, когда в зал не хожу, у меня Move Circle на Apple Watch заполнен, потому что мне приходится бегать вот так вот по этажу и выяснять какие-то вопросы, вон, Вова соврать не даст, я там постоянно где-то мелькаю, собственно. если к вам пришли, отвечайте на вопрос, если к вам пришли ваши разработчики или люди из соседнего отдела, почему я этот пункт выделила, потому что это связано с тем, что я говорила, не надо говорить, ну, там, что-то, как-то, не знаю, отвечайте, вас спросили, значит, ответ имеет значение, если у вас спрашивали про какой-то функционал, отвечайте про него, не надо растекаться мыслью по древу и вспоминать типа тот макет с проекта от другого художника там год назад, который вы делали при каких-то обстоятельствах, а помню мы с Васькой-то тогда, вот были-то времена и на 10 минут уходить в рассуждение, так делать не надо, будьте конкретны, будьте конструктивны, отвечайте на вопрос, который вам задали, если вас разрывает, вот это очень важный момент, то не надо об этом писать всем, типа, да вы вашу, вы ж, ты, как, сделали так, что оно, а теперь мы все и вообще никогда, и, в общем, ваша задача аргументированно ответить на запрос и высказать мнение только когда вас об этом просят, и, если у вас чего-то сломалось, взорвалось, то вы должны выглядеть вот как на этой картинке собачка, вы должны быть спокойны, вы для своей команды должны быть оплотом покоя, понимания и решения проблем, то есть, если у вас там чего-то взорвалось, у вас взорвался продакшен, например, ну вот, ничего не работает, не надо писать в чат свои разработки, ничего не работает, орать, писать капслоком, тегать всех срочно, вот этого делать не надо, это глупо, это показывает какие-то непонятные истеричные модели поведения, которые вообще ничего не решают, в момент такой ситуации нужно собраться и написать, ребята, кажется, у нас прилег продакшен, давайте решим эту проблему, Скорее всего, что лиды, которые у вас есть, они отреагируют на это максимально быстро и этим займутся, вам помогут. Если нет, если вам долго не отвечают, то тогда да, можно написать лиду, что тут у нас такое дело, продакшен прилег. Если это выходной и не отвечает, а у вас проект уже запущен и вы реально теряете очень много денег, то да, придется звонить, придется этот вопрос решать. Но звонить и не говорить ему «ты почему не отвечаешь?» Как бы человек может быть в субботу с семьей в парке гуляет, а вы ему тут это, еще и предъявляете за это. Если упал продакшен, как бы не факт, что они виноваты, значит там вы что-то сделали не так, вы приняли такое решение, что теперь прилегло. Нет, бывает конечно, что сервер устал, но такие кейсы не очень часто происходят. Еще очень важный момент в таких ситуациях, не надо искать виноватого. Если у вас что-то упало, сломалось, навернулось, не надо сидеть и говорить «так, кто?» Вообще нет, вам нужно решить проблему сначала, а потом заниматься какими-то разборками. заниматься тем, что сделать, чтобы в следующий раз это не повторилось. Может быть поговорить с человеком, если это действительно был какой-то там серьезный факап, но поговорить не так, что типа «ну все», там, не знаю. Я даже не знаю, вот я раньше говорила «Василий», потом у меня в команде был «Василий». «Сейчас я думала говорить Петр, а теперь у меня в команде Петр». И я, блин, даже не знаю, какое имя-то выбрать, чтобы это никак не относилось. Акакий. А? Акакий, да. Действительно. Неплохо. Акакий. Акакий. Говорит, Акакий, не ты, Акакий, дебил, а «кажется, Акакий, у нас с вами что-то пошло не так. Давайте разберем, что случилось и постараемся в следующий раз это не повторять. Давайте как-нибудь это разрулим, обложимся, обмажемся тестами, сделаем так, чтобы в следующий раз все было хорошо». Это реально очень-очень важно. Не надо, никогда не надо психовать, не надо истерить. Очень плохо, очень плохо, когда вы приходите к команде и говорите им вот прям так, типа «это полный конец». А у вас что-то просто, даже не продакшн, что-то просто отвалилось. Или там просто логика не так как-то работает. Если логика работает не так, то виноваты вы, во-первых. А во-вторых, как бы ни при каких условиях вы не должны приходить к людям с такой формулировкой, типа «это полный…» Нет. Как бы нет. Вообще никогда. Забудьте вообще об этом. Забудьте о том, что можно быть невежливыми, за то, что можно орать, за то, что можно плохо к ним относиться. Вообще забудьте. Потому что это самое главное качество менеджера – заботиться о своих людях, о своей команде, о своем продукте. В это включено очень много понимания того, что мы уже проходили на предыдущих лекциях. Здесь и про метрики, и про аналитику, и про это все. Ну и, конечно же, про людей, потому что работать вам с ними. Если от вас все уйдут, вы ничего не сделаете. Просто тоже помните об этом, никогда не забывайте. По поводу еще того, что все должны быть в курсе. Бывают иногда случаи достаточно тяжелые, которые отражаются на всей команде. Например, вы договорились с кем-то что-то показать, на команду не предупредили, и показывать решили то, что еще не финализировано, и не сказали им просто об этом. И приходите, и за полчаса такие «О, а кстати, мы тут сейчас показывать будем». И вы даже представить себе не можете, какая у людей будет паника, если вы так поступите. То есть они, во-первых, абсолютно офигеют сначала, и это будет занимать какое-то количество времени, потом они начнут в панике что-то пытаться делать, а потом что-то из этого получится, и, возможно, ваш показ сорвется, потому что вы не успеете ко времени все дыры подлатать. Желательно делать это заранее. По возможности, хотя бы за день озаботьтесь этим, если уж раньше не получилось. Ну а если к вам пришли и сказали, что через полчаса ты будешь это показывать, ну типа, ну кто-нибудь к вам пришел из самых главных и говорит, показывать будешь через полчаса, ваша задача прийти к разработке и сказать «Ребят, все прекрасно, нас попросили через полчаса показать, ничего страшного в этом нет, не волнуйтесь, сейчас нужно поменять один файлик, давайте поменяем спокойно абсолютно, не торопитесь, ничего страшного, все нормально». И пусть они меняют. Не надо приходить и как бы ругаться и орать на всех. Это никогда не сработало хорошо. Это испортило очень много отношений в команде, но никогда еще не принесло профит. Поэтому, пожалуйста, не уподобляйтесь плохим людям. Важно, чтобы ваша команда чувствовала себя спокойно. Это очень важно в ретроспективе, на самом деле. Они не будут с вами разговаривать, пока они не почувствуют себя в покое, пока они не будут уверены в том, что вам можно безопасно рассказать. Потому что ретроспектива – это про то, что они делятся с вами трудностями какими-то своими, которые возникли в работе. И пока они не будут уверены в том, что вам можно доверять, они вам ничего не расскажут. В идеале, в идеале, конечно, в идеале команда должна у вас выглядеть вот примерно так. Они должны быть спокойны, они должны быть довольны, они должны каждый день на работу приходить с радостью и, ну, или хотя бы без отвращения. И знать, что все будет нормально, и что если у них есть вопросы, или если у них есть проблема или спорный какой-то момент, у них всегда есть человек, к которому они могут подойти, спросить, получить ответ, получить решение и пойти работать дальше. И этот человек, к которому они подойдут – это вы. Так что осознавайте ту ответственность, которая на вас лежит и, пожалуйста, ну, не пытайтесь преуменьшить ее. Потому что она действительно огромна. И вы можете как все сделать хорошо, так и сделать все максимально плохо, если будете, если не будете стараться. Как мы уже говорили в второй, по-моему, лекции, вам, ну, все, что нужно – это ботать и вкалывать. Поэтому продолжайте в том же духе, и вас обязательно будет ждать успех.